Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами сейчас рассматриваем книгу «Первое царство», у нас с вами 8 занятий. Первое из них было посвящено теме молитвы, потому что общая тема этих 8 занятий – это человек, который живет по сердцу Господа, человек, угодный сердцу Господа. А какой это человек, который угоден Богу? Мы бы хотели знать, правда, больше того, мы бы хотели быть сами такими. И первый урок у нас был посвящен трем главам первой книги царств. Он был посвящен знаменитой женщине Анне, которая вымолила у Бога сына Самуила с тем, чтобы посвятить его Богу. Итак, сила молитвы. Молящийся человек угоден Богу. Сегодня мы будем говорить о покаянии. Сила покаяния. Кающийся человек угоден сердцу Господа. Потому что, говорит нам Писание, если мы думаем, что мы не грешим, без греха обманываем самих себя, но человек, который праведник, он семь раз упадет и встанет. Он не просто встанет, а упал, как будто и не совершил ничего. Он кается, он плачет, он встанет. Таким был Давид. Когда он совершил грех, он каялся, он плакал, он поплатился за свой грех. Но это был сладкий певец Израилева, псалмы которого поет весь мир спустя много тысяч лет. Вот какова сила покаяния. Мы обращаемся ко второй книге царств и продолжаем. Мы изучаем Библию индуктивным методом. То есть, когда Библия комментирует самую Библию. Если вам интересна эта методика, вы можете познакомиться с нею на сайте www.euroasia.org. Задаем тексту вопросы. Что? Где? Когда? Почему? Учитесь работать с текстом. Пишите на полях. Библия – это не какая-то реликвия, с которой надо пылинки сдувать. С ней надо работать с тем, чтобы слово, оно больше углублялось в нашем сердце. Используйте, пожалуйста, цветные карандаши. Подчеркивайте ключевые слова. И в сегодняшних главах, а у нас сегодня главы с четвертой по седьмую включительно, мы поговорим о ковчеге. Подчеркните, пожалуйста, в четвертой главе слово «ковчег». И те места, где происходят сражения. Это географические места. Отмечайте их, пожалуйста, название этих мест. Вообще в Библии ни одна запятая даже не бывает лишней. Поэтому Писание нас приглашает. Исследуйте Писание. Вы думаете через них иметь жизнь вечную? Поэтому углубляйте свои отношения с Господом через погружение в Писание. А когда мы работаем с ручкой, с карандашом, делаем перечень на эти слова. Что такое перечень? Все, что мы отметили, скажем, о ковчеге, выпишем. Все, что мы узнали о нем. И это еще больше-больше как-то открывает нам слово. Чтобы мы не только чьи-то комментарии пользовались ими, а чтобы прежде всего мы знали, что слово говорит нам о себе. Итак, четвертая глава. Было слово Самуила ко всему Израилю. Выступили израильтяне против филистимлин на войну, расположились станом при Авен-Езере. Филистимлине расположились при Афеке. Выстроились филистимлине против израильтян. И произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлинами, которые побили на поле сражения 4 тысячи человек. Посмотрите, они пошли на войну. Они думали, с ними Бог, 4 тысячи пало. И тогда они спрашивают, а что, за что поразил нас Господь? Третий стих. И вот у них, знаете, план родился. Как одержать победу? Возьмем себе из селомы ковчег завета Господня. Отмечайте, пожалуйста, это слово ковчег. И он, местоимение он тоже, потому что это относится к ковчегу, он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Как часто люди думают в трудную минуту, хватаемся за что? За крестик, за иконку. Скорей побегу, помолюсь, там свечку поставлю. Держимся за все. И это очень понятно. Это очень понятно, потому что человек слаб и немощен. Но вы знаете, вера – это не что-то такое, за что можно вот чуть-чуть удержаться. И это, бывает, помогает. По вере вашей будет вам. Но помогает вот столечко. И душа наша трепыхается внутри. И мы все волнуемся, переживая. Ах, ох. Но так случилось с народом. Возьмем ковчег, он нам поможет. Обратите внимание, что случилось. Послал народ в село, принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына. Или вы, или вы, Офни и Финиес. Посмотрите, кто при ковчеге. А те, о которых мы говорили в первых трех главах. Те, которые были нечестивыми. Те, которые у храма соблазняли женщин. Те, которые неправильно приносили жертвы. Крали их, обворовывали. И вот эти понесут ковчег. И эти собираются, и ковчег спасет. Потому что, а, можно жить любой жизнью, а ковчег нас спасет. Можно жить по-любому. А вот пойду в храм, что-то поставлю, где-то там помолюсь. Скажу, кто-то за меня там денег отнесет, или я передам, или сам отнесу. И это мне поможет. Посмотрите, что случилось. И когда прибыл ковчег завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Ну, еще бы! Ковчег, который спасал народ. Кстати, говоря о ковчеге, вы можете прочитать в книге чисел 10 глава. И тоже пометьте, что был, значил ковчег для израильского народа. 33 стих. Когда они отправились от горы Господней на три дня пути к ковчег завета, Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. Это когда они шли по пустыне. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, восстань, Господи, и рассыплются враги твои, побегут от лица твоего ненавидящие тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Господи, к тысячам тьмам Израилевых. То есть ковчег имел большую силу в народе, потому что когда шел народ через пустыню, ковчег указывал им путь. Ковчег был для них знаменем. Они шли через пустыню, они шли через Ордан. И ковчег все время сопровождал их. Конечно, они видели это и помнили о силе ковчега. И поэтому они пригласили ковчег на войну с филистимлянами. При этом жили нечестиво, при этом священники жили, совершая тяжкие грехи. Народ делал, что хотел, и думали, что эта реликвия спасет. Что есть наша сегодня реликвия, на что мы надеемся. Не зная Бога, не зная слова, на какие-то, знаете, святые места, на какие-то маленькие изображеницы, которые помогут. Может быть, это только лучше, чем ничего. Но на самом деле в жизни народа израильского святое, Бог и на святое не посмотрит. Если нет праведной святой жизни. Потому что для Бога важно состояние сердца. И история в книге, в 4 главе 1 книги царств ярко это подчеркивает. Смотрите, что случилось? Филистимляне сказали, узнали, ковчег прибыл, встан, они восклицали. Отчего, говорят такие восклицания у евреев? Что они там кричат? Что это за эмоциональное такое там состояние народа? А ковчег прибыл. Устрашились филистимляне 7 стих. Бог тот пришел к ним. Горе нам! Не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Народ знал. И люди окружающие тоже знали и слышали. О, еврейский Бог! Бог какой-то такой, который совершал удивительные чудеса. И они испугались, они устрашились. Но, посчитаем дальше. 10 стих. Сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. 4 тысячи мы читали во втором стихе, и сейчас уже в 10 стихе 30 тысяч. Ковчег шел впереди. Они были уверены, победа за ними. Страшное поражение. Ковчег божий взят. 11 стих. Два сына Ильевы, Офни и Финиес, умерли. И когда Илья сидел на седалище при дороге, читаем, сердце трепетало за ковчег. Нет, за то, как сражение, как священник, он, понимаете, понимал всю значимость ковчега. Илья трепетало за ковчег, и тут мы читаем о том, что ему было 98 лет, прибегает из стана человек, который сообщает о том, что происходит на поле сражения. И говорит о том, что ковчег божий взят. Когда упомянуло на ковчеге божьем, Иль упал с седалище навзничь, сломал хребет и умер. И невестка Илья, мы читаем о том, что она вдруг упала на колени, родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала, то женщины говорили, не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала, не обращала внимания. И назвала младенца Ихавот, сказав, отошла слава от Израиля. Смотрите, со взятием ковчега, мы видим, пришло бесславие народу. Но бесславие-то пришло еще раньше, когда народ отступил от Бога. Но здесь это бесславие стало осязаемым, потому что еврейский народ знал всю славу Божию через видимые атрибуты, в том числе через храм, который сказал, в скиню, которую Бог сказал построить, и ковчег, в котором был закон, скрижали, и в котором был жезл Моисеев, и манны небесные, напоминающие о великих чудесах Божьих. Куда же делся этот Бог, который их спасал? Куда делся Господь, который говорил, я буду с вами, я поведу вас и спасу вас, вы обретете эту землю и будете владеть ею? Ну и вдруг филистимляне, враги, которые жили на этой земле, завоевывают евреев, побеждают евреев. У народа страх и ужас. Но мы же взяли ковчег, мы же пошли к ковчегам, чтобы он нас спасал. А ковчег принес поражение, а ковчег взяли враги. Как это ты мог, Господь, допустить то, что принадлежит нам, отдать врагам? Эх, дорогие друзья, потому что Господь имеет дело с сердцем, не с внешними обстоятельствами, не с внешними какими-то атрибутами. А Господу важно наше сердце. И ковчег, и это-то такое в твоих глазах святое, оно может стать бесполезным совершенно, если ты не живешь по-божьему. И заметьте, какой это был город. Это был город Авенъезер, где они первое, стан при Авенъезере расположился, там, где они одержали первое страшное поражение, а за ним второе. Значит, мы видим, что захвачен ковчег, и очень часто, знаете, даже тут уже такое сравнение, вечеря Господня, как важна она раз в месяц. Но часто у верующих она тоже считается, знаете, пойти вот нечто такое исполнить, потому что надо. Это каждое воскресенье не увидишь верующего, а раз в месяц вот надо пойти, потому что вечеря Господня. Не есть ли это тот самый ковчег, где ты думаешь, я захвачу его с собой, раз в месяц я выполняю, тогда я праведен пред Богом. Так вот, Господь хочет сказать нам, чтобы мы не делали ничего, знаете, реликвий, даже церковные, даже принадлежащие как будто бы святому, Богу, Библии. Нельзя из этого делать реликвию, потому что из сердца человеческого исходит все. Чем руководствуется наше сердце? Богу нужно наше сердце, а не внешнее наше исполнение, потому что Бог смотрит на сердце человека. И мы видим, что вот этот захват ковчега оказался целительным для Божьего народа. Да, с одной стороны, казалось бы, поражение, отчаяние, ужас народа в том, что все, мы оставлены, как же нам жить дальше? Но, с другой стороны, ничего нет того, что Бог бы не использовал для блага. И поэтому это великое поражение Бог использовал, чтобы вернуть народ к себе, чтобы народ покаялся, чтобы народ оставил грех, чтобы народ вернулся к Богу и стал служить Ему. И если это в руках Божьих обстоятельства, то Бог, знаете, и злого сделает доброе. И Бог поражение обратит в победу. И мы это увидим в следующей части, когда Бог совершил победу в жизни израильского народа. Вот какова сила покаяния. Мы продолжаем с вами, дорогие друзья, тему силы покаяния. Мы изучаем с 4 по 7 главы 1 книгу царств. Мы видели только что, как одержал ли победу филистим линин над евреями, хотя те взяли свою самую главную реликвию – это ковчег. Они надеялись, что ковчег, который спасал их в пустыне, который совершал чудеса, когда они шли через Черное море, через Иордан, проходили буквально посоху. Какие чудеса совершались в жизни народа? И они надеялись на него, но пришло поражение. Потому что пало 4 тысячи человек, мы читаем в Авенъезере, а потом еще 30 человек полегло с евреев в битве с филистимленами. Что же случилось с ковчегом? Вы отмечаете это ключевое слово определенным цветом и проследите, пожалуйста, всю тему ковчега. Вы пишите все, что вы узнали о ковчеге. И те места, мы согласились с вами отмечать, как дальше по географии, куда двигался ковчег. Посмотрите, ковчег принесли из Авенъезера в азот. И далее филистимлены поставили его в храм Дагона. И что случилось? Вот всю историю эту в 5 главе обязательно прочтите. А там случилось то, что Дагон пал ниц перед ковчегом. Потому что Дагон лежал на земле ниц пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные. Каждой особой на пороге осталось только туловище Дагона. Четвертый стих. И вот таким образом далее вы прочтете. Этот ковчег стали отправлять из одного города в другой. Потому что пришло наказание народу. Даже некоторые думают, что, ну, знаете, раз святыню взяли враги, то теперь это и никакая не святыня. Бог продолжает оставаться Богом. Поэтому опасно обращаться плохо, вредно и злобно со святыми. Как христиане названы. Они зрачок Божий на этой земле. И касающий вас касается десницы Божией. Поэтому это святое, христиане, церковь. И, может быть, у нее есть тоже свои проблемы. Но с другой стороны, церковь свята, святостью Бога. И поэтому Господь не допустит того, чтобы со святым обращались нечестиво и вступиться за церковь свою. Как он вступился за ковчег. Нечестивые взяли ковчег к себе, поставили в храм нечестивые. Но мы видим, как потом они не рады были, что они вообще связались с этим ковчегом. Потому что, что здесь случилось? А филистимлине, когда в 6 главе, смотрите, мы читаем, что ковчег пробыл в области филистимской 7 месяцев. И далее они задают вопрос, а что делать с этим ковчегом? Научите нас, куда его отпустить. Отпустить его в свое место. Значит, вначале, когда они хотели, услышали, что евреи взяли ковчег и должны с ним воевать, он же принес страх филистимлянам. А потом это был военный трофей, правда? А потом что случилось? Ответственность за это. Они напугались, они не знали, как от него избавиться. И заметьте, хочу еще какую мысль подчеркнуть, что не нужно было совершать больших подвигов и отнимать ковчег. Они сами старались уже его скорее отправить. Они его гоняли из города в город. И везде были несчастья, такое поражение, болезни. Тут скорее всего было связано с чем-то, с какими-то мышами, скорее всего, с какой-то заразной болезнью. Потому что тут мы читаем, как потом они сделали 5 наростов золотых, 5 мышей золотых. И вот казнь была одна для всех, как написано здесь, 6 глава, 4 стих. Одним словом, ковчег они потом уже сами хотели отдать. Если ты, Божий человек, Бог вступится за тебя. Так случилось в жизни израильского народа. Когда был взят народ израильский в плен, все из храма было выведено, все разграблено. Вы знаете, когда персы завоевали Вавилон, что они сделали? Сами все отдали. Все сами отдали. Все золото. Больше того. Персидский царь Кирк сказал, еще и мое возьмите, еще и мои сокровища. Идите, стройте храм. Потому что если ты делаешь Божье дело, если ты Божий человек, никакие обстоятельства не смогут свернуть себя с плана Божьего. Таким был Иосиф. Трудные обстоятельства. И плен, и предательство близких, родных, и предательство людей. Но Бог был с Иосифом. И это важнее всего. Вот так и здесь. Мы видим, когда этот ковчег был в Азоте, потом в Газе, Аскалон, Геф, Акарон, 17 стих 6 главы. И, наконец, они уже его там, знаете, отправили, значит, в Кириафарим. Мы читаем, что к жителям они послали и говорят, филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его. Итак, ковчег прибывает в Кириафарим. Жители пришли, взяли его, на холм поставили в дом Аминадаба. И ковчег в Кириафариме стоит. Но обратите внимание, третий стих сказал Самуил всему народу. Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, удалите из среди себя, из среды богов иноземных, астарт, расположите сердце ваше Господу, служите Ему одному. Он избавит вас от руки, филистимлян. Они вопили, они думали, как победить. Вот, вот секрет победы. Оставьте богов, служите Богу. Что случилось дальше? 6 стих. Собрались в массив, учерпали воду, проливали пред Господом, постились, говоря, согрешили мы пред Богом. И вот это было секретом предстоящей победы. Они хотели победу. Но Самуил учит. Должны быть те, которые учат народ, как поступать. Как надо поступать? Прежде всего, надо оставить грех и покаяться. И после покаяния, 10 стих, мы читаем, что выступили, 11 стих 7 главы, выступили израильтяне из массива, преследовали филистимлян, поражали их. И взял Самуил один камень, поставил между массив и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь. Обратите внимание, как интересно. Поражение в 5-й, 4-й главе было где? В Авен-Езере. Первое поражение с филистимлянами, где пало 4 тысячи человек. И вдруг, почему Самуил называет место, здесь уже, когда была вторая победа, да, но это была, собственно, первая для них победа, потому что второе тоже было поражение. Первая победа – Авен-Езер. А Авен-Езер до сего места помог нам Господь. Мы видим, что поражение обратилось в победу, одно и то же название. Но в какой момент поражение стало победой? Когда пришло покаяние к народу. И это важно для Бога. Мы видим, что одно и то же название и для поражения, во всяком случае тут присутствует в поражении и в победе. Твои обстоятельства трудные могут стать твоей победой, дорогой друг. Что для тебя, Авен-Езер, поражение? Ну, знаете, может быть, семейные обстоятельства, может быть, здоровье, может быть, какое-то непонимание, неприятие, проблемы какие-то. Но именно это может стать твоим благословением. Если ты обратишься к Богу, если ты примешь его благодать и научишься тому, чему учит Писание, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ведь Павел сказал, дано жало вплоть, да? Он был болен, трижды просил у Бога, избавь меня, Господи. Но Господь, говорит Павел, ответил мне, довольна для тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается. И вот это жало, которое мы испытываем, то ли в плоти, то ли в семейных обстоятельствах, то ли еще какие-то... У каждого есть свое, да? В каждом дому по кому еще говорят. Но это может служить тебе благословением и Абен Езером Победы, если ты правильно к этому отнесешься. Наша сила у Бога, поэтому воспела Анна не силою крепок человек, а чем он крепок? Силою Божией. И не случайно поражение, совершенное на кресте, Христос, висящий на кресте, это было великим поражением. Ну, висит Христос и смеются, и плюют ему в лицо. Эй, ты других спасал, а себя спасти не можешь. А разбойник говорит, ты давай садись с креста, сам сойди, да и нас заодно спаси. Это было страшным поражением в глазах людей. Да и ученики засмущались, разбежались кто куда. Он вчера совершал чудеса, исцелял, воскрешал, а сегодня на кресте ему плюют в лицо. Выглядело как поражение, но это поражение великая победа для всего человечества. Христос смертью смерть попрал. Своей смертью он поразил смерть, которая грозила всему человечеству через Адама и Еву, которую мы получили через Адама и Еву. Но он попрал, он убил эту смерть, убил дьявола, лишив его вот этой силы властвовать над смертью. И поэтому Айвен Езер как здесь ценен для нас с вами. Какой великий урок мы получаем здесь. В седьмой главе именно призывает Самуил к покаянию. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. В этом сила победы. Вот человек, угодный Богу. Человек, который оставляет грех. Человек, который говорит, нет греху. И мы видим, что не случайно Бог так интересно описывает нам всю историю этого израильского народа. Посмотрите, Ихавот назвала невестка, невестка Ильи, это одного из сыновей, значит, муж одного из сыновей Ильи. Когда она умирала, родила младенца, она назвала его Ихавот, Ихавот, потому что пришло известие, что ковчег взят. И Ихавот, значит, отошла слава от Израиля. Отошла слава, пришло бесславие, но эта слава может вернуться. Бог поднимает, поднимает из руин, чтобы восстановить. И не случайно мы видим, что, когда Давид согрешил с Версавией, вот интересно, ведь Версавия для него была, в общем-то, великим поражением, потому что он потом горько поплатился за это. И у него умер даже первый сын от Версавии. Но именно Версавия рождает великого Соломона. От той же Версавии рождается Соломон, потому что там, где стоит покаявшийся грешник, гласит еврейская пословица, там вырастет цветок. Потому что Давид покаялся, Давид осознал свой грех, он плакал, он лежал ниц пред Богом и говорил, Господи, кости мои стянают, сила моя иссохла. И Господь снял с него вину греха. И, скажем, другой пример, когда мы видим, что победа приходила к народу, когда, мы действительно видим, когда народ каялся, когда народ оставлял грех, когда народ осознавал свое. Это вся книга судей особенно об этом говорит. Как только они осознавали, как только они каялись, плакали, сразу новые судья, победы, спокойствие, мир. Как только отходили, опять приходило несчастье, опять приходило, значит, бедствие народу. Поэтому, дорогие друзья, обратим свое внимание на наше отношение с Богом. Нет, сказано в Библии, праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Но, когда мы каемся, когда мы оставляем грех, тогда включаются некие духовные законы. Что-то происходит на духовном уровне, и меняется и наше состояние, и Божьи планы. Между прочим, у Иеремии есть замечательные слова в Библии, когда Господь говорит, вот если я скажу о каком народе, благословлю и так далее, но народ делает нечестие, придет поражение. Но если народ нечестивый и так далее, и я скажу о нем, ему поражение, но оставил он грех этот народ, я принесу благословение. Вся Библия именно об этом. Что, знаете, нет праведного, нет одного, все грешники. Но покаяться и встать. Но покаяться, это не значит потом делать все то же самое. Вроде как не согрешишь, и вроде как и не покаешься. И в церковь ходят, потому что... А иначе бы, говорят, и в церковь бы не ходили, если бы не каялись. Нет, Бог предлагает нам другое покаяние, поворот мыслей, изменение себя. То есть ты уже не делаешь это. Ты плачешь об этом, ты сокрушаешься об этом. Вот какова сила покаяния. И именно такой человек угоден пред лицем Божиим. Человек, который осознает свой грех, принимает Христа и любит его.